Добрый день, уважаемые телезрители, в эфире канал 16 передачи Актуальное интервью и в гостях у нас заместитель директора департамента городского хозяйства Людмила Николаевна Шлепугина. Людмила Николаевна, добрый день. Добрый день. Людмила Николаевна, начнем с важной актуальной темы, которая прямо сейчас, благо у нас весна немножко затянулась, март был достаточно холодным, с темы противопаводковых мероприятий, потому что грядет поводок, таяние снега и так далее. Какие меры сейчас департамент предпринимает для того, чтобы снизить риски возникновения чрезвычайной ситуации в связи с этими событиями? Да, повода грядет каждый год, но, как обычно, мы все переживаем, несмотря на то, что опыт уже проведения противопаводковых мероприятий накоплен уже десятками лет. Прежде всего, конечно, мы начинаем готовиться к поводку уже в январе. Как это объясняется? Первое. Стараемся максимально вывести снег с территории города, чтобы не допустить большого попадания талых вод, прежде всего, через ливневую канализацию в реку в городской черте города Сарова. Ну и не допустить, будем так говорить, вот этой вот каши на проезжей части, на тротуарах, когда идет активное таяние, либо перепады температур происходят. Поэтому, вот уже начиная в январе, в феврале и в марте, муниципальным дорожно-экспрессионным предприятиям было вывезено более 200 тысяч кубов снега с проезжей части автомобильных дорог. И, как наши, если заметили, горожане, уже буквально в марте, после первых лучей солнца, проезжая часть была относительно сухая и без какой-либо наледи. То есть это уже существенно помогло снять напряженность в паводковый период. То есть паводок начинается в том числе с воды на проезжей части? Конечно, конечно. Когда все это одновременно еще и накладывается, когда идет паводок, когда происходит, все уже это знают. Когда одновременно идет вода с леса, с поля, да еще с селитебной части города. Поэтому на первом этапе мы стараемся исключить попадание талых вод с селитебной части города. Ну, то есть с городской застройки. Да, с городской застройки. Соответственно, это одно из первых мероприятий. Следующее мероприятие, которое в марте происходит, это всегда происходит заседание КЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям, где принимается решение по созданию запаса для прохождения талых вод непосредственно в русле реки Сатис. Для этого принимается решение, на какой уровень необходимо и целесообразно понизить реку Сатис. Соответственно, анализируется... Вопрос. В рамках этого комиссии рассматриваются какие-то входные данные? Обязательно. То есть рассматриваются какие-то показатели снежного покрова, например, в лесу, да? Да. Показатели прогнозируемой погоды и так далее. Вот как происходит само вот комиссия? Вы правы. Мы предварительно запрашиваем в гидромедцентре, в Нижегородском департаменте гидромедцентра и охраны окружающей среды все данные. Они предоставляют нам запасы. Вернее, какая у нас высота снежного покрова. Кроме того, в городе Сарове существует два гидрологических поста. Это в районе моста Академика Харитона и в районе пруда городской, где мы четко тоже просматриваем и наблюдаем снежный покров высоту. Кроме того, его обводненность, как мы говорим, насыщенность водой. То есть плотность с водой. Плотность, да. И, соответственно, все эти данные представляются на заседании ГЧС и принимаются соответствующие решения. В этом году было принято решение, так как снега было достаточно много, и на тот момент весь снег и до сих пор еще лежит в лесу практически в той же высоте, будем так говорить. Поэтому было принято решение понизить уровень реки Сати с 25 марта до 1 апреля на полтора метра. И на сегодня, да, наверное, у многих вызывают удорчащие впечатления наша река. Она действительно сегодня, некоторые места там буквально до дна была спущена река. Но мы надеемся, что когда пойдет сейчас активное снеготаяние в лесу и в полях, а на этой неделе мы уже ожидаем уже такие температуры плюсовые не только днем, но и ночные, плюс ночной дождь. Что у нас, в принципе, русло заполнится, но и мы не допустим затопления тех участков, которые попадают сегодня в зону затопления. Технический вопрос. У нас есть плотина в городе. И я так понимаю, она ограничивает русло реки Сатис и, соответственно, создается некий искусственный пруд, как он называется, пруд городской, правильно я тебя понимаю? Да. А какой уровень у этой плотины? Ну, вообще... То есть вот эти метры, да? Ну, три метра. Три метра у нас. Вот полтора мы спустили, и еще полтора метра у нас... Ну, просто я знаю, что верхняя отметка – это 120 метров, но это... По Балтийской, там есть по Балтийской системе, да. Но мы говорим с гражданами, нашими соровчанами на простом языке. Потому что, на самом деле, этот уровень отметок, да, он в каком-то смысле имеет значение, когда мы говорим о паводке. Потому что, ну, некоторые горячие головы высказывают, вот опять же, да, увидев, так сказать, оголенные берега, да, и где-то какие-то участки дна, да, реки. Говорят, а зачем вот это надо, да, была полноводная река, вот сейчас спустили, опять, значит, какие-то острова появились. И говорят, что вроде как не надо спускать, да. Да, ну вот, то есть, если бы мы не спускали, вот она бы сейчас была 120 метров, а дальше пошла бы верхом. Конечно, мы бы тогда могли попасть в ситуацию, когда мы со своей стороны не создали запас объема в русле реки Сатис и пошел бы под пор с Вичкинзы. Ведь мы, бывает, создаем сами запас, но за пределами города Сарова, мы знаем, что за плотиной городской, недалеко уже, да, наша контролируемая зона, там большое количество полей. Именно в Вичкинза, там полевое в основном питание идет, тайлых вод. Соответственно, уже который год мы не можем преодолеть поводок из-за того, что оттуда идет большой подпор. И мы открываем максимально шандоры, но вода не идет туда. Понятно почему, да, идет снизу подпор. Ну, и каждый раз уже эта ситуация нами не управляет. В Вичкинза, она как бы ниже впадает в Сатис, чем наша плотина, и оттуда уже вверх вода, получается, входит. Такое явление достаточно часто бывает. Это когда как раз налагается паводок полевой одновременно с лесным. Много таких разговоров ведется о том, что вот якобы, да, в реку спускают ради жилых домов в пойме реки Сатис. Действительно это так? Прежде всего, реку спускают исключительно для прохождения талых вод. И мы реку спускаем только, как правило, весенний паводок. Вот, это единственная причина, когда мы регулируем. То есть Саровская ривьера не имеет отношения к принятию этих решений? Нет, нет. В зону затопления она тем более и не попадает. У нас в зону затопления там СНТ Гагарина. В данном случае мы постоянно на связи с председателем садоводческого товарищества. И мы спасаем те дома. И там появились и жилые дома, которые из садовых приведены уже в жилые. И, конечно, граждане, которые являются членами СНТ, постоянно пишут огромное количество писем, обращений. Очень обеспокоены тем, чтобы мы своевременно провели такие противопаводки и мероприятия. Как правило, они больше всего страдают. Ну и, соответственно, еще проблема создается на улице Речная, переулок там Заводской, проезд Заводской. Потому что там тоже создается очень серьезная обводненность почв. И частные участки в домоплодениях буквально превращаются в болото. Ну вот я еще знаю, что при этом помимо жилых домов очень много юридических лиц попадает в возможность создания какой-то чрезвычайной ситуации. Там это и УМИАД, и товарная база, и хлебозавод, да, всем известный был в свое время, потоп такой, как в 2004-м, по-моему, году. Поэтому на самом деле я, ну это я к чему все спрашиваю, да, что не только ради там одного жилого комплекса, да, это все происходит. Это в целом общегородское мероприятие. И если случится большой потоп, и не дай бог мы не предпримем каких-то мер, то совершенно будет не до Саровской ривьеры, а спасать надо будет уже совершенно другие места и в других. Вода, она же имеет свойство растекаться. Безусловно, вы правы. И здесь следует отметить, что план противопаводковых мероприятий, он достаточно очень серьезный. И он на самом деле включает не только те мероприятия, о которых мы сейчас с вами говорим, а огромное количество мер. Это постановление на 10 листах издается. И, соответственно, противопаводковые мероприятия не только городскими службами проводятся, но и теми предприятиями, о которых вы говорите. Тоже заблаговременно производится очистка территории от снега, вывоз снега. В том числе, вот мы знаем сейчас новую проблему у нас от отведения талых вод с территории аэродрома. Да, они тоже в этом году вывозили много снега с летной полосы, с твердого покрытия. Конечно. И на этой комиссии заслушиваются в том числе и все эти мероприятия, чтобы заблаговременно подготовиться максимально к предотвращению ущерба в ходе паводок. Людмила Калдатик, следующая тема. Тема уже городской, благоустройство. Какие планы у департамента в этом году? Какая программа благоустройства и какие вообще программы действуют? Ну, благоустройство мы делим на две части. Это, прежде всего, обеспечение текущего содержания объектов благоустройства. Как мы говорим, это контракты жизненного цикла, которые не могут, ни на один день мы не можем остановить содержание объекта благоустройства города. Ну, это, прежде всего, автомобильные дороги, территории жилой застройки, содержание дворов и микрорайонов, внутриквартальные территории. Да. Кроме того, мы обеспечиваем работу наружного освещения города Сарова, ливневой канализации. Кроме того, содержим контейнерные площадки, которые относятся к муниципальной собственности. Содержим общественные кладбища, объекты озеленения, осуществляем отлов животных на территориях общего пользования. Ну, то есть это все департамент городского хозяйства. Да, департамент городского хозяйства на сегодня заключает до 300 контрактов с целью обеспечения содержания города на сумму 500 миллионов рублей. То есть мы полмиллиарда перевалили давно, вот в этом году 619 миллионов. Это все, что касается содержания города, благоустройства. И развития, да, содержания и развития города по тем направлениям, которые ведет департамент. Ну, я так понимаю, это позволяет нам занимать первые места по благоустроенности, да, городской территории, среди малых городов. Да, здесь необходимо поясниться. Значит, по области, по итогам 2021 года, мы заняли третье место в группе городов, как самый благоустроенный населенный пункт. Это по областному конкурсу. Но одновременно город Саров, так как участвует в федеральном проекте формирования комфортной городской среды, производит расчет индекса качества городской среды по методике, которая утверждена Минструем Российской Федерации. И, соответственно, это делается для того, чтобы министерство федеральное контролировало, действительно, насколько вложение в благоустройство городов меняет облик этих городов. То есть, как это федеральная программа и затраты повлияли на индекс? Конечно, в том числе, да. И здесь необходимо сказать, что мы как раз по индексу качества городской среды продвинулись вперед. Впервые за все вот пять лет реализации программы мы вышли на первое место среди средних городов Нижегородской области. Здесь мы опередили всех действительно так. И Саров на первом месте, по-моему, у нас 222 индекс качества городской среды. И, соответственно, а среди всех городов Российской Федерации, всех городов Российской Федерации, среднего, средних городов, это до 100 тысяч. До 100 тысяч. Да, это по населению. Да, 50 до 100 тысяч берется по населению. Мы занимаем 13 место. Ну вот, чтобы наши граждане могли так вот сопоставить, после нас почему-то оказались такие города, как Анапа, Единджик. То есть они ниже по рейтингу. Поэтому я думаю, что мы действительно делаем сегодня все возможное для того, чтобы повысить комфортность проживания в нашем городе. Ну, конечно, все, наверное, отмечают, что и набережные появились новые, да, парк преобразился. Кроме того, очистка реки была произведена, да, за счет средств такого же национального проекта экологии, федерального проекта оздоровления Волги. Министерство экологии Нижегородской области осуществлялось работой. Конечно, преображаются скверы. В этом году, я надеюсь, успешно завершится реконструкция детского парка. И, соответственно, ну, действительно, мы движемся вперед, ну, что говорить. И темпы, конечно, хотелось бы нам не снижать. Ну, это вот как раз, да, вопрос о том, какие все-таки планы на этот год. То есть вот это как раз вопрос темпа. Да, мы сейчас с вами действительно проговорили больше про общественное пространство. Но, кроме этого, планы на этот год. В рамках участия в том же федеральном проекте по формированию комфортной городской среды, уже заключен муниципальным казенным учреждением управления капстроительства контракт, будет производиться благоустройство сквера за зданием администрации, либо за выставочным центром, как говорим, и по адресу проспект Мира-1. Будет всем известный фонтан. Да, да, да. К сожалению, на те выделенные деньги, это в размере 24, по-моему, миллионов рублей, нам удастся только привести в соответствие диагональные дорожки, то есть пешеходную сеть мы делаем, ну, и определенные делаем инженерные закладные для того, чтобы впоследствии провести соответствующие кабели и коммуникации. То есть основное сейчас у нас обеспечение подходов к центральной зоне, будем так говорить, где расположен фонтан. Соответственно, благоустройство фонтана, вот центральный, будем так говорить, вот этого квадрата, мы надеемся, мы выносим на голосование в этом году, на рейтинговое голосование. И если данный объект, вторая очередь благоустройства победит, будут планироваться на работу на следующий год. Давайте поподробнее тогда про это голосование. Когда оно начнется и какой механизм будет у этого голосования? Механизм будет голосование, аналогичный предыдущим годам, онлайн голосование. Онлайн? Онлайн, да. На том же сайте, городсреда, по-моему, точка.ру. Вот. Все информация будет доведена до жителей города Сарова. Голосование начнется 15 апреля и продлится до 30 мая. На голосование будут вынесены две территории, которые заявлены и фигурируют как в муниципальной программе по формированию комфортной городской среды, так и региональной. Это пруд Боровое и сквер, вот вторая очередь благоустройства. Конечно, нам бы хотелось продолжить эти работы, не останавливаться. И по возможности в 2023 году максимально завершить благоустройство сквера в районе проспекта Мира-1. Жанна Милканова, вопрос всегда про онлайн голосование звучит, ну, можно сказать, первый и самый важный, да? В чем важность участия в этом голосовании? Показатель уровня поддержки и участия в выборе территории нашего населения. Потому что основным условием проекта федерального формирования городской среды является не только выполнение работ по благоустройству, а то, что все приоритетные задачи, виды работ, сами территории должны выбираться с жителями города. То есть максимальное вовлечение жителей в вопрос участия в этом проекте, так получается? Да, и это постоянно находится на контроле региональных и федеральных министерств. Соответственно, впоследствии обязательно мониторится и содержание всех объектов, которые благоустроены в рамках формирования комфортной городской среды. И мы постоянно осуществляем различного рода акции, проводим мероприятия по вовлечению жителей в действительно дальнейшее содержание этих территорий. Ну, как пример, это различные роды субботники. Да, так все-таки получается, что, дорогие друзья, если вы вовлечены или хотите, чтобы продолжилась работа по благоустройству, то, о чем мы говорим, что не снижать темпы, то тогда непосредственно ваше участие уже нужно для города, участие всех. У всех есть мобильные телефоны, домашние компьютеры и так далее. Но если у вас нет, то у вас есть у родственников, вы можете их заставить сесть и проголосовать. Ну, не заставить, да, попросить, поговорить. Это лишний повод обсудить, да, какую территорию выбираем, подебатировать, принять какое-то индивидуальное решение. Ну, тем более, что есть выбор. Да, нам самое главное преодолеть планку 8600 голосов. Это условия участия города Сарова в получении финансирования на следующий год. Ну, то есть получается, что от непосредственной активности граждан, да, вот вас, непосредственно, наши телезрители, зависит будущее развитие нашего города. Это надо четко понимать к себе, прикладывая, да? Это сегодня касается не только формирования комфортной городской среды, а это вектор всей внутренней муниципальной региональной политики. Прошло то время, когда можно сидеть, было спокойно, ничего не делать, да, вроде как там сами за нас все сделают. Не сделают, только при вашем личном и непосредственном участии. Причем это участие сводится к, ну, даже не надо вставать, условно говоря, с дивана. Да, тем более в этом году опять возвращается практика, что будут волонтеры с планшетами. То есть мы, скорее всего, сделали вывод, что они не будут работать в торговых центрах, потому что в торговые центры люди приходят, да, быстро что-то купить, уйти, дома ждут дела. Мы постараемся сделать это, ну, в таких зданиях или учреждениях, где люди могут посвятить голосование какие-то найти 3-5 минут. Опять же призываю, не стесняйтесь, увидели волонтера, подошли, потратили 2-3 минуты своего личного времени, но тем не менее дали возможность городу продолжать свое развитие. Вот я бы тоже так сказала, что это не только помощь администрации, а это совместная работа органов местного самоуправления, ФИАЦ-НЕФ, нашего главного предприятия, с населением города, чтобы максимально привлечь финансовые ресурсы к решению всех насущных наших задач. Сегодня мы можем говорить, что этого можем добиться только в рамках совместной работы. Вот такие условия реалий нашего времени. Последнее, наверное, из благоустройства обсуждения – это программы «Вам решать», которые в прошлом году состоялись, я так понимаю, уже все отборочные процедуры. Какие проекты в этом году планируется реализовать? И не столкнутся ли они с сложностями в связи с ситуацией? В этом году мы реализовываем 10 проектов «Вам решать». Сейчас у нас полностью аукционная документация готова. Соответственно, мы планируем разместить уже закупки буквально в течение 10 дней. И где-то до 15 мая заключить контракты. Кроме того, в этом году область также выделила существенное количество средств на благоустройство дворовых территорий в рамках того же федерального проекта формирования комфортной городской среды, по которому мы благоустроили раньше с вами скверы и набережные. Это порядка 19 миллионов рублей. И там предполагается 20 объектов тоже реализовать. Поэтому в ближайшее время, вот с 1 апреля, департаменту городского хозяйства предстоит где-то порядка 130 контрактов заключить. Это связано с выполнением работ по, еще раз заострю внимание, по благоустройству в рамках проекта «Вам решать». Это с точки зрения благоустройства дворовых территорий в рамках проекта ФКГС, формирования комфортной городской среды. Кроме того, у нас сформированы также в районе 20 миллионов программы по текущим нашим ремонтам дворовых территорий, по благоустройству территорий, по освещению, по поставке и установке МАФ, по демонтажу МАФ. Это только с участием средств местного бюджета. Это то, что, как говорят, по заявкам депутатов. Да, да. То, что наши жители просят и через депутата представляют также свое мнение в администрацию города Сарова. Объем общих средств, которые планируются только на развитие благоустройства дворовых территорий, это 68 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году на дворовой территории мы освоили 26 миллионов рублей. Больше на 40 миллионов. Это очень серьезная задача. И работа предстоит в весенний, летний период, а осенью достаточно очень серьезная. Людмила Калановна, напоследок, если гражданин хочет не то, чтобы поучаствовать в ФКГС или вам решать, вот есть какая-то проблема сиюминутная, текущая, куда он может обращаться и как формируются вот эти, где они отслеживаются эти заявки? У нас сегодня много существует порталов, на самом деле. Это и платформа обратной связи, ПОС, это и платформа умного города, где, как правило, сегодня умный Саров, да, граждане очень большое количество заявок подают, прям вот насущных. Вот. И это, честно говоря, создает трудности для работы в департаменте, потому что, ну, специалисты отвлекаются по единичным таким случаям, но, а текущая работа, которая колоссальная у нас проводится, в том числе по контрактованию, выполнению работ, очень нагружены, конечно, специалисты в департаменте. Кроме того, ГИС ЖКХ, сегодня тоже любой может зарегистрироваться, отправить там заявку, поступают письменные обращения, вот, через систему электронного документа оборота в администрацию. У нас ежегодно до трех тысяч обращений рассматриваются в департаменте только. Вот. Поэтому в данном случае там, где можем мы быстро решить проблему, мы решаем. Там, где требуется обоснование дополнительного финансирования либо проектирования, естественно, мы отвечаем гражданам, что быстро не получится. Будем обосновывать, работать и дальше, ну, зависит от того, как быстро получается сделать проект, обосновать дополнительные деньги. Ну, тогда цикл может длиться и до двух-трех лет. Мне хотелось прежде всего поблагодарить наших жителей за неравнодушные отношения. Звонков в департамент и обращений поступает очень много. И мы много снимаем в рабочем порядке, буквально по-соседски консультируя наших горожан. Вот. Политика меняться не будет, мы всегда открыты. У нас есть на сайте администрации города Сарова соответствующие разделы, где можно узнать любую информацию по жизненно важным вопросам города. Ну, и я надеюсь, до новых встреч. Будем встречаться. Спасибо. Нам еще есть что рассказать. Спасибо, Людмила Николаевна. Друзья, у нас в гостях была Людмила Николаевна Шлепугина, заместитель директора департамента городского хозяйства. Ну, а мы с вами увидимся через неделю. И всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»